В 4 главе 1-го послания Петра в 12-м стихе сказано Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Сколько трудностей, сколько ненужных слез и огорчений я мог бы избежать, если бы кто-нибудь указал мне сразу же после того, как я познал моего Господа, на истину этих двух стихов? Радость, которую я пережил 7 января 1935 года, когда в первый день русского Рождества я получил полное прощение грехов, трудно описать. Я нашел то счастье, которого так жаждало мое сердце, но никто не сказал мне, что нам дано, как апостол Павел пишет филиппийцам, не только веровать, но и страдать. Я думал, что так чудно оно и будет продолжаться, ведь теперь я спасен, я чадо Божие, я под Его охраной и под Его попечительством, и ничто худое меня больше не коснется. Теперь меня ожидают только солнечные дни. Ура! Я спасен, я чадо Божие! О, если бы какой-нибудь добрый друг тогда, сразу же после моего обращения, не ожидая даже недели, сказал бы мне, Ярл, выслушай с вниманием, что я хочу тебе сказать. Если у тебя этого еще не было, то обязательно будут огненные испытания. Тебе не избежать их. Запомни хорошенько, такие испытания совершенно естественны. Не думай, что ты какое-то исключение. Нет, всем детям Божьим суждено, как Библия говорит, многими скорбями войти в Царствие Божие. И я хочу добавить еще одно, Ярл. Просто добрый совет. Слушай, не только не чуждайся, когда вот эти странники будут посещать тебя, но окажи им гостеприимство, прими их с радостью и с благодарением. Они посланы тебе Господом. Не помню, чтобы кто-нибудь давал мне такие наставления. И что вы думаете, не прошло и нескольких недель, как на меня обрушился первый ураган. И я, к сожалению, не был готов к такому испытанию. Как верно сказано, кто предостережен, тот вооружен. День был прекрасный. Так показалось ученикам. Масса народа, весь день продолжали собрания, и люди слушали проповедника с восторгом. Проповедник был необыкновенный. О нем, в отличие от других, сказано, что он учил как власть имеющий, не так, как книжники и фарисеи. И ученики его восхищались своим наставникам. Действительно, мы правильно поступили, что последовали за ним. Радовались они. В этом мы не ошиблись. Довольны исходом событиям этого замечательного дня, вместе со своим учителем они входят в лодку и по его повелению отправляются в Гадаринскую страну на противоположную сторону озера. А учитель, сильно утомившись, сел на корме лодки, склонив голову на возглаве, сразу же уснул. Теперь он может отдохнуть. Сон его был спокойным и глубоким. Значит, все в порядке. День был замечательным, следовательно, и ночь будет спокойной. И лодка отчалила от берега. У учеников восторженное настроение. Они ведут оживленную беседу, вспоминают события этого чудного, благословенного дня. И вдруг, без никаких предупреждающих признаков, на них обрушился ураган. Лодку начала бросать во все стороны. А наставник спокойно спит. Как может он спать во время такой бури? Подождем немножко. Он обязательно проснется. Проходит некоторое время, но он продолжает спать. Ученики не успевают вычерпывать воду из лодки. Ее все больше и больше заливает водой. Нет, так не пойдет. Наставник, наставник, погибаем. Господи, спаси нас. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Так один за другим они взывают к Господу. Да, видите, ученики не ожидали бури. Для них она была полной неожиданностью, настоящим сюрпризом. Да, они были опытными рыбаками, выдержавшими ни один шторм. Но этот был таким необычным. Он настиг их так внезапно. И хуже всего Господь спит и ничего не предпринимает. И как реагируют они в такой ситуации? Они ропщут. Вот в чем вся беда. Теперь уже они недовольны своим наставником. Он равнодушен к их несчастью. Он спит и ничего не предпринимает. Ему дела нет, что они тонут. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Подумайте, что они говорят. Ведь это же самое настоящее обвинение. Мы погибаем, а Он, Спаситель, ничего не делает. Он, спасавший других, исцелявший больных, изгонявший бесов, безразличен, что мы погибаем. Как это Он может? Ведь мы последовали за Ним. Мы оставили все ради Его Царства. Мы избраны им, погибаем. Если бы эта лодка была полна грешников и противников Христа, то это понятно. Они того и удостоились. Но мы, Его избранные, верные ученики Его, разве мы заслужили это? Я слышу такую же жалобу в молитве сестер Марии и Марфы об их братье Лазаре. Господи, вот кого Ты любишь, болен. Иначе говоря, как это может быть, если Ты его любишь, то почему он болен? Господи, вот я, которого Ты любишь, должен так страдать. Эти слова кажутся нам знакомыми, не так ли? Не приходилось ли нам во время тяжелых испытаний спрашивать «Почему? Почему, Господи?» Как будто бы я ни в чем умышленно не согрешил, греха не таил. Все как будто бы Господу исповедовал. И Он меня простил, как обещал. Почему же такое случилось? Мы взываем Господу, как Иов, «Объяви мне, за что Ты со мною борешься? Почему Ты презираешь меня?» А ответа нет. Господь молчит. Он как будто не слышит. Сколько раз в таких случаях мы думали не по-божьему, а по-человечески. Бог о нас больше не печется. Он о нас не заботится. А то бы Он услышал и избавил бы нас. Он совершил бы чудо и вывел бы меня из этой ужасной пропасти. «О, если бы Ты расторг небеса и сошел бы ко мне на помощь и спас меня от моих незгод». Но Он не делает этого. Он как будто бы глух к Твоим воплям. Ты слышал свидетельства людей, которых Господь чудным образом избавлял. Ты слышал о том, как Он отвечал на их молитвы, и тебе кажется, что ты не хуже их. Но к тебе не приходит избавление. Наоборот, положение ухудшается, и ты не видишь выхода из него. И к этому времени, вдобавок ко всему, к тебе приходят так называемые друзья, подобные утешители Иева, помните? И намекают, что у тебя, мол, наверное, скрыт какой-то грех. Вот поэтому Бог и не отвечает тебе. Как может Бог услышать тебя, если в сердце твоем скрыто беззаконие? И хотя ты исповедовал твой грех, этот шепот, как волны одна за другой, накатываясь, разрушает твое доверие к Богу, и ты в полном недоумении. Да, ты, считавший, что Бог должен был бы сделать что-то особое для тебя, остаешься не только без утешения, но еще глубже погружаешься в сомнение. Мой дорогой друг, знаешь что? Ты ошибаешься, думая так. Бог сейчас сделает для тебя что-то необыкновенное. Он совершает в тебе большее чудо, чем если бы Он сотворил что-то явное, видимое. Бог не избавил Иева так, как Иев ожидал этого. Избавление, которого ожидал Иев, было бы гораздо меньшим чудом, чем чудо, которое Бог сотворил для него. И это чудо Бог совершил в свое время и своим путем. Когда Иев пройдет путем испытания, назначенным ему Богом, он выйдет, как золото, очищенное в семь раз. В свое время Господь не только восстановит все, потерянное Иевом, но и возвратит ему все в двойной мере. Хотя поистине не в этом наивысшее благословение. Почему в течение всего этого времени, несмотря на все молитвы и вопли Иева, Бог не избавил его от испытания? Ведь и в течение всего этого времени Бог приготовлял его к особому откровению самого себя. И Иев, когда окончилось его огненное испытание, мог сказать, «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». И дальше он говорит, «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Как он благодарил Господа, что Бог не сделал того, о чем он так сильно просил, но вместо того провел его через горнило испытания. «Мой дорогой друг, ты можешь благодарить Господа за то, что на многие твои молитвы Господь не ответил, по крайней мере так, как ты этого хотел. «Всякую у меня ветвь, говорит Господь, не приносящую плода, отец мой отсекает и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода». Мой друг, если ты хочешь быть плодоносным христианином, то предостав ему возможность производить это очищение, он знает, как это сделать. Это его специальность. Дорогие мои, мы должны научиться верить Богу в тиши. Не требуй внешних признаков его любви. Неужели ты не можешь доверять ему больше, чем видят твои глаза? Но ты говоришь, мне чудо не нужно, лишь бы он дал мне особое слово, ободряющее и уверяющее, что он со мной, что он меня не оставит. Я хочу услышать его голос, я хочу почувствовать его близость и утешиться в моих скорбях. Мне необходим хотя бы самый маленький признак его любви. Мой дорогой друг, но ведь ты имеешь его слово. Вот хотя бы это одно, не оставлю тебя и не покину тебя. Ведь это слово принадлежит тебе. Это обетование касается каждого чада Божьего. Если так, тогда ты можешь смело сказать, Господь мне помощник и не убоюсь. Не требуй, чтобы Господь предподнес тебе это особое слово на золотом подносе. Ведь сказанному ты должен верить. В Библии ты найдешь сотни и сотни чудных обетований, которые принадлежат тебе. Господь хочет, чтобы ты научился доверять Его слову без особых чувств или откровения. Это не значит, что мы не имеем права ожидать особых действий со стороны Господа. Конечно, но может быть в этот момент Бог хочет, чтобы не видя и не слыша особых признаков ты доверился Ему и Его слову. И когда Господь увидит, что ты выучил этот урок, то не сомневайся, Он в свое время и своим путем даст тебе несравненно больше всего, чего ты просил или о чем помышлял. Не буди Господа. Он приведет тебя к желанному берегу, но в этот раз Он хочет провести тебя через твою бурю. Поэтому вместо того, чтобы требовать немедленного избавления, скажи Господу, я только прошу твоей благодати для этого испытания и ее достаточно для меня. Пусть твоя благодать поддержит меня в этой буре, чтобы я тебя ничем не огорчил. И тогда произойдет гораздо больше чудо, чем если бы Он укротил бы бурю. Подумайте, дорогие друзья, хотя бы над этими чудными словами. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. О, бедная, бросаемая бурью безутешная, слушай, что Господь говорит тебе этими словами. Они обращены к тебе, Тот, Который, кто это? Это сам Бог Всемогущий, создавший небо и землю и море и все, что в них. Тот, Который не пощадил Сына Своего, но предал Его за тебя. Подумай, как может случиться, чтобы Он не даровал тебе всего потребного? Бог отдал самое драгоценное Сына Своего, видя нас утопающих в грехах, обреченных на вечную погибель, Он отдал Его на сметь, чтобы спасти нас. Если мы, будучи злыми, знаем, как давать дары нашим детям, то как не пошлет нам Небесный Отец милость и благодать для благовременной помощи? Дорогие мои, если Он не пощадил Сына Своего, то как мы смеем Ему сказать, Господи, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Ведь Он отдал Сына Своего именно для того, чтобы мы не погибли? Или, может быть, вы думаете, что искупив нас так дорого, теперь Он оставит нас на произвол судьбы? Взглянув на страдальца, отдавшего жизнь свою на Голгофском кресте, можем ли мы хотя бы допустить мысль, что Он безразличен к нам? Не будем обижать нашего Господа своим маловерием, воистину Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, неужели с Ним не дарует нам всего? Как может случиться, что, сойдя с небес на эту греховную землю для того, чтобы спасти нас, так дорого уплатив за спасение нашей души, неужели теперь Он вдруг стал равнодушен к нам? А может тебе кажется, что, приняв на себя всю ярость Божию ради тебя, теперь Он считает, что это спасение так незначительно, что Ему все равно, Ему безразлично, погибнешь ли ты или нет? О, дорогие мои, если то, что Христос сделал для нас, не убеждает нас в Его верности и неизменной любви, то что может убедить? Может быть, ты думаешь, что, если бы Он сейчас совершил перед твоими глазами какое-нибудь огромное, на твой взгляд, чудо, то это убедило бы тебя в Его любви больше, чем то, что Он совершил уже на Голгофском кресте для тебя. Мой дорогой друг, что можно сравнить с той любовью, которую Он проявил на Голгофском кресте? Это гарантии нашей безопасности, гарантии того, что мы не погибнем вовек. Он сам сказал, и я даю им жизнь вечную и не погибнут во век, и никто не похитит их из руки моей. Эту гарантию Он скрепил Своей кровью, славой и благодарением Ему. Да, дорогие мои, Господь заботится о Своем чаде. Он его не покидает и ни на один миг оно не исчезает с его поля зрения. Хотя и кажется, что он спит, но это для испытания твоей веры, дорогой друг, ибо не дремлет и не спит хранящий тебя, говорит Господь. Господь хранитель твой, Он сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Его дело спасать, а не губить. Не вспоминается другой корабль и другая буря. Меня восхищает смелость и спокойствие одного человека на этом корабле. Когда буря неистово, свирепствовала, когда все впали в панику и были согласны поднять мятеж, этот человек самый спокойный. Нет, он не капитан корабля, он узник, его ведут в Рим на суд. Но фактически он становится капитаном этого судна. Но почему? Когда все остальные впали в отчаяние, этот узник спокоен, тверд и притом ободряет всех остальных, весь остальной экипаж. Секрет в трех словах, сказанных им. Слушайте, я верю Богу. Ободритесь, говорит он, ибо я верю Богу. Не в Бога, а Богу. И в этом большая разница. Верить в Бога и верить Богу. Когда ты говоришь, что ты веришь Богу, то этим ты говоришь, что пребываешь в общении с с веришь с Богу. Ты веришь в Бога, это само собой, разумеется, но больше того, ты веришь Ему. Павел верил обетованиям Божьим, и его вера сделала его способным покориться Богу в Он знал, он верил, что Бог доведет его до Рима. Бог сказал ему это, так что как бы не свирепствовало море, пусть даже в дребезги разобьется корабль, но я буду в Риме, ибо я верю Богу. И действительно, корабль погиб, но весь экипаж уцелел. Как будто Бог не совершил явного чуда, не укротил море, и тем не менее, исполнил то, что обещал. Он не сомневался в Божьей способности избавить его, и не допускал мысли, что Бог позволит его погибнуть. Дорогие мои, проверим доверие своему Богу. Не будем огорчать его нашими сомнениями. Если без веры угодить Богу невозможно, то только верой и можно угодить ему. Будем не только верить в Него, но будем верить ему. Если он сейчас испытывает нас, то нам необходимо терпение, чтобы исполнивший волю Божию получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлят. Праведный верою жив будет. Верь и только верь. Каким бы темным и безнадежным не казалось будущее, верь, что Бог добр, что Он помощь твоя, ибо не дремлет и не спит хранящий тебя слава и благодарение Ему. И первое, что должен делать тот, кто еще не принял Христа как своего личного спасителя, тоже верить. Верь и жив будешь. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Тот, кто верит, не будет посрамлен. Бог обязательно благословит его. Субтитры Продолжение следует...